Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Когда я показывала, как обрезаю полвиста на той, на аллее гигантов, то одна девушка спросила, не те ли это томаты у меня, которые были под укрывным, в тоннелях росли. Я ей объяснила, что те у меня растут в другой стороне, и вот люди интересуются, как чувствует себя та рассада, которая росла в тоннелях. Сейчас я вам ее покажу. Она сильно отличается от всей остальной. Сейчас вы увидите это наглядно. Вот томатики, которые у меня росли в теплице. Ну, рассада. Она вот такая уже. А вот томаты, которые рассада выращивалась в тоннелях. Не знаю, вам передает видеокамера или нет разницу, но разница у них большая. Несмотря на то, что они, видите, у них уже тоже есть помидорки. Они, я не могу сказать, что они как недоразвитые, маленькие. Но они все компактные, такие толстенькие. Я их, вот видите, еще даже не привязывала. Если эти я уже привязала на два раза, они выпадывают, падают, то эти томаты, они все однородные, все толстые и стоят еще пока что на своей ноге. Вот тут у меня и Настя, и жаростойкий, и алтайский сюрприз. Сейчас до Насте дойду, подождите, помидорку покажу. Тоже вот и Настя уже плодоносит на улице, и жаростойкий. Но они, если вот так посмотреть на общую массу, вот справа это те, которые из тоннели, а слева те, которые из теплицы. Из теплицы почему-то они даже, у них цвет другой. У этих цвет более насыщенные, они какие-то как густые, такие как эти, ну, точно я их зову, сибирские богатыри. Они уже все прошли, огонь и воду, и мороз, и жару. И вот так выглядят сегодня именно томаты, которые росли у меня в тоннеле рассада. Она и сейчас намного выгоднее отличается по прошествии времени. Они никак вот эти вот не выравниваются, домашние, которые были дома и в теплице, с уличниками. Уличная рассада все равно выгодно отличается, она намного зеленее какая-то, пушнее, такая упругая. И вот все, если пройти до конца, я сейчас осторожно попрячусь. Вся вот эта компания, которая с улицы, она вся такая сильная, зеленая, здоровая. И этот ряд, я говорю, он даже отличается от других своей вот этой пышностью, своим здоровьем. Так что еще раз это доказывает, что выращивать рассаду на улице не только можно, но и нужно. Растения почему-то в неблагоприятных, экстремальных условиях получаются крепче, здоровее. И вот потом вам покажу, какой урожай, но можете поверить мне на слово, урожай у них будет отличный. И они, так как вот это сорта раннеспелые, они успеют отдать свой урожай до наступления фитофторы. А вот те, которые я вам показывала, томатогиганты, которые допоздна плодоносят, все-таки осенью фитофтора их немного прихватит. Все, вот этот короткий видеоролик, на котором я показала, как себя чувствует, как выглядит сейчас рассада, выращенная мной в тоннелях. Как я ее высаживала в тоннеле, как ее засыпало снегом, как был мороз, минус 4 она пережила. Можете все посмотреть у меня на странице в Одноклассниках. Заходите, Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там вся-вся информация, как вырастить вот такую здоровую, крепкую рассаду томатов. Ну, конечно, это еще зависит от сорта и от качества семян. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова